2022 год в России объявлен Годом Народного Искусства и Нематериального Культурного Наследия. Посему право открыть музыкальный марафон классика OpenFest делегировали Русскому Молодежному Оркестру Поволжья. В этом году вот все то, что сейчас происходит, мы называем словом впервые, потому что Молодежный Русский Оркестр Поволжья действительно собирается впервые. Хотя мысль об этом уже давно вынашивалась, и мы думали о том, что да, симфонический оркестр – это хорошо и здорово, но другие направления оркестрового музыцирования тоже достойны. Домра, балалайка, гусля, аккордеон, баян и гитара – самый настоящий парад исполнительского мастерства и возможностей инструмента. Первый концерт, причем в двух отделениях – яркое свидетельство того, что в Тольятти приехали музыканты с богатым репертуаром и страстным желанием экспериментировать. Уже можно говорить, да, глаза горят, пальцы дымятся, энтузиазм зашкаливает, все просто огонь. И на самом деле, видя такой же блеск, огонь в глазах, страсть, вот эту вот настоящую музыкантскую, исходящую от оркестрантов, участников ансамблей, солистов, сам зажигаешься. Лето, все хотят отдыхать, а нет, мы здесь все творим. В первом камерном концерте приняли участие малые составы – солисты, дуэты, трио и ансамбли, кстати, образованные здесь и сейчас. Это прекрасная возможность новые знакомства какие-то обрести, чему-то новому научиться и просто хорошо пройти время с прекрасными музыкантами. Всего в составе русского молодежного оркестра 35 человек. Все студенты и выпускники музыкальных учебных заведений Тольятти, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Петрозаводска и Санкт-Петербурга. Столкнулись с тем, что мы очень много репетируем по шесть часов в день, мы такого не ожидали, честно говоря. Мы думали, что у нас будет там вечерняя репетиция, три часа и потом, как бы, остальное время будем заниматься ансамблями. А тут приходится совмещать все сразу, то есть и репетиции три часа оркестра, и три вечером оркестра, и между ними как-то репетировать ансамбли. Вот соло, концертмейстер, например, у нас приехал только в понедельник из Самары, и мы с ней репетируем. Вот сейчас за короткий срок сделали программу, и она большая молодец. Дирижер, солист оркестра, заслуженный артист Республики Карелия, солист, дирижер оркестра русских народных инструментов Анего Карельской государственной филармонии Михаил Тоцкий, уже знакомый тольяттинцам по сольным концертам. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, заслуженный артист Самарской области, дирижер русского оркестра Тольяттинской филармонии Василий Кармишин. Мы, по-моему, должны были с Михаилом помолодеть лет на 20, чтобы соответствовать, так сказать, уровню. И вот этот дух, понимаете, дерзости, какой-то молодости и, я бы сказал, дух авантюризма, он присутствует всегда на наших репетициях, и надеюсь, что результат будет хорошим. В рамках фестиваля состоится шесть концертов молодежного русского оркестра Поволжья. 30 июля ребята поедут в Жигулевск, а 31 воскресенье пройдет очередной концерт в Тольяттинской филармонии. Наталья Корсакова, Андрей Комиссаров, Новости Тольятти.